сегодня я для вас буду готовить вкусный ужин сытный вкусный ужин он на скорую руку быстро готовится практически нужно время пока сварится картошки пока она будет вариться вы успеете приготовить мясо как я готовлю мясо я ее просто буду жарить это свинина кусок свинины с сальцем лук и два болгарских перца все что мне надо чуть-чуть приправ досыплю и все картошку я отварю а потом посмотрим что с ней будем мясо мы будем нарезать на куски как на шашлык вот такие вот не маленькие не большие вот такие кусочки как будто делаем шашлык картошку я нарезала вот такими дольками не мелкими на 8 частей одну картошку сейчас накрою чтобы она покрылась водой ну или водички поставлю варить все одно дело сделано также к мясу нарезаем овощи быстренько лук я нарежу полукольцами следующее наше действие на горячую сковородку наливаем маслица чуть-чуть много не надо то у нас свинина так что она сама по себе будет жирненько и укладываем свинину и обжариваем и мясо время от времени помешиваем но уже чуть-чуть подрумянилась вы наверное знаете что свинина особо сильно зажарки не любит она становится жестче ее надо обжаривать быстро и чтобы она вот как только она дойдет ее нужно отключать потому что она потом может стать дубовой мясо было сочной нужно и обжаривать на высоком огне а потом вот чуть-чуть довести а то что у нас только только начинает а самая ставится вот что вот она при стараясь чтобы она на всех сторон порумянилась переворачиваю по . уже кипит пока . приготовиться у нас мясо будет теперь настал момент когда мясо можно посолить это еще раз ее переверну вот так и посолю сюда же я засыплю чуть-чуть кориандра вот буквально вот столько вот цвет обязательно посыплю немножко черным перцем вот так вот вполне достаточно и насыпаем сюда лук я чуть-чуть несколько колец лука оставила на оформление потом увидим лук у меня полукольцами чтобы мясо было мягким ароматным почти как уже готова я сюда долью несколько столовых ложек вина белого и овощи будут пахнуть внутри пусть будет 4 алкоголь вы запрится а запах винограда и вкус останется ждем пока стушится овощи опять же дни нам не на маленьком магнит на нормальном на высоком огне сажать нашу картошечку она еще не до конца готова я засыпаю соли соли вот где-то вот так почти столовую луку чтоб она впиталась и была вкусной а не пресной и ставлю дальше варить мясо у нас почти готово красиво еще можно чуть-чуть даже можно долить еще немножко вина должно быть белым чтобы он у вас не испортил цвет мяса мне домашнее вино картошка у меня сварилась я сейчас солю с нее водичка . у меня сварилась но так что пюрешку не превратилась но форму на сохранять теперь я сюда положила это 50 грамм наверно масло сливочного вот так перемешиваем хорошо масло должно растаять и сюда же я обязательно положу зелень это будет у нас укроп с чесноком вот так сейчас наша картошка ароматная вы не представляете я хочу попробовать кусочек если соли не хватает надо обязательно добавить у меня чуть-чуть не хватило добавляю перемешивая и вуаля картошка готова так же как и мясо вот как выглядит моя картошка не пюре но и не целая картошка такая вот какая-то вот вот так красиво и вот оно как выглядит мое мясо хорошо обжаренное с овощами пахнет изумительно теперь я ее попробую на соль если что чуть-чуть подсыплю обязательно покажу как на подачи вот таким образом выглядит мой ужин вот такой вот весь мясо все прожаренное пахнет ума шашлыком с картошкой это идеально я обязательно к нему подам вот такой вот соус дремали вот сюда будет идеально подходить он кислый вот макать в нее мясо это одно удовольствие поэтому тут соус дремали сюда кстати вот такой вот он выглядит наш соус ну что ж наслаждайтесь ну что ж на сегодня на этом все я приготовила для себя ужин а может и обед для вас не знаю как вы это когда будете кушать не имеет особой разницы главное чтобы вам понравился вкус я ничего нового сегодня не придумала села обычный ужин но со своими ингредиентами добавила чуть-чуть вина чуть-чуть приправ попробуйте вы может так будет вкуснее приятного вам аппетита оставайтесь с нами подписывайтесь лайкайте и нажимайте на колокольчики пишите обязательно я всем отвечу взаимностью пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok